Приветствую вас, дорогие мои. С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть желание поддержать нас материально, поддержите канал, потому что очень много работы, и она требует, конечно, и времени, и финансов. Спасибо всем за поддержку, которую вы оказываете нам. Сегодня хотел поговорить о нескольких наших служителей, известных в России, и не только, которые, ну, скажем так, приятно удивили нас с вами на этой неделе, на прошлой неделе. Хорошие люди, замечательные люди, вот они сзади меня, вы видите их. Первые два человека, которых хотелось бы сказать, это епископ Виктор Судаков и епископ Павел Абашин. Эти два служителя Божьих высказали свою позицию, моральную позицию, четкую позицию, ясную позицию. Они отказались быть полномочными представителями не РосХВЕ, то есть начальствующего епископа Сергея Риховского. Они сложили себе полномочия, кто-то написал письма, кто-то так поговорили, сказали в открытую, что больше не хотят. И это их моральный выбор. Это очень сильный выбор, это очень сильная позиция. Недавно кто-то начал говорить, что вы нас называете полупредателями. Ну так принято уже в христианской среде, все видят и вот этих так называемых полпредов. Это вообще не христианская организация, мы не видим этого нигде. Но это такая попытка маленького царька, по примеру президента, создать свои силы, своих янучар, приручить, приучить. И многие сегодня начинают прозревать, понимать, что никакого отношения сам институт полупредства не имеет. Это не РУСХВЕ, это не союз, это не братство, это люди Сергея Риховского. И они не хотят больше быть и стоять рядом с этим человеком, и тем более представлять его интересы. Не РУСХВЕ, а именно его интересы в каждой своей области. Вот такой богатый человек Сергей Риховский, у него очень много интересов по всей стране, нео-союза. Вот, они четко, ясно заявили свою позицию, мне пришли сообщения от разных людей, об этом уже написали некоторые телеграм-каналы. Люди позитивно оценивают это. Ну, да, в интернете уже гуляет такое выражение полупредателя. Кто-то сказал, ну, наверное, больше к тебе это подходит, знаете, ну, посмеялись как бы. То есть они не полупредатели, они полностью предатели. Ну, давайте будем держать себя в рамках, понимая и юмор, и комичность всей этой ситуации, да, какой-то маленький союзик в протестантском мире России вдруг возомнил себя непонятно кем. Вот, и я знаю, что вот этот процесс прозрения, он начался. Ну, для многих начало доходить, что никакого отношения к работе союза эта должность не имеет, не дает ничего. И вообще это работает на разрушение, на разрушение централизованных религиозных организаций, вносит смуту. Ну, для этого это и было задумано. С первых оргдеятельств игр я выступал против этого, говорил, объяснял, что мы делаем, для чего. Ну, и была сразу понятна цель забрать власть у глав ассоциаций, которые входят в этот союз. Итак, два епископа сложили себя полномочия. Один епископ Церкви Божией, это Павел Абашин, это очень большая, достаточно крупная, сто с лишних церквей ассоциация. Он сложил в себя полномочия полпреда по Орловской области и Виктор Судаков, также епископ. Вы знаете этих братьев очень хорошо, хорошие проповеди, их очень любят в стране и за рубежом. За их честную, смелую и такую позицию, которая полна мужества, любви. Они называют вещи своими именами. Честные братья, дорогие братья. Слава Богу за них. Благослови Господь. Я думаю, что скорлупа треснула, действительно. И сейчас, сейчас трещины пошли уже везде. Скоро мы увидим то, что увидим. Что еще больше братьев будут отказываться от этой, ну, почетной, я беру в кавычки, должности, да, работать на не РосХВЕ, на начальствующие епископы. Сергей Лавринов, мой друг, брат, пока что, пока что еще тоже полпред, причем по двум федеральным округам. Сергей написал сейчас, вот его сообщение, я увидел день назад, написал вторую книгу и готовится ее выпустить уже. Она называется «Разговор на чистоту». «Разговор на чистоту-1». Замечательная книга, потрясающая. Мы, первый наш канал, представил книгу. Сергей рассказал о ней, о чем она. Вот, я скажу честно за себя. Я лично купил несколько десятков книг и конференции, которые мы проводим у себя в церкви в Калуге. Пастыря приезжают братья. Я дарил очень многим из них, рекомендовал прочитать, и все были очень довольны. Постоянно спрашивали. Тираж разлетелся моментально, книг уже не было. И о чем книга? Ну, задайте этот вопрос Сергею. Она есть еще в электронном виде. И ее можно купить, можно написать, спросить, как ее можно скачать, на каких условиях. Вот, она стоит недорого. Ну, буквально, это где-то булочка с кофе, если вы останавливаетесь где-то на заправке. Вот, заправится бензином, обычно это в районе 300 рублей уйдет на кофе, на булочку, на какую-нибудь. Вот, столько стоит книга. О чем она? В каждой главе есть какая-то очень интересная история, в которой многие узнают. Кто-то себя узнает, кто-то узнает других. Это история из нашей вот такой харизматической писяческой жизни. Там каждая история о ком-то. Вот, и люди очень себя узнают. Сергей написал вторую книгу и анонсировал, как всегда с юмором, третью книгу. Я прочитаю паблик Сергея. «Вчера я закончил писать мою вторую книгу «Разговор на частоту 2». Она также является прямой и честной, как и первая книга. Надеюсь, что в мае она уже поступит в продажу. Заказывайте уже сейчас. Бог любит троицу, поэтому я начинаю писать третью книгу «Разговор на частоту 3». Или «Как я был в Союзе». Сказка «Быль». Вот Сергей переходит к такому жанру уже. Сказка «Быль». Наверное, это будет ироничный жанр. «Как он был в Союзе». Наверное, в каком Союзе мы все понимаем. И вот это интригующее название «Как я был», оно тоже на что-то намекает. Но давайте сохраним интригу. Как скоро это слово «был» воплотится в жизнь, мы тоже это увидим. Я думаю, что буквально очень скоро. Это тоже связано с этим «не РосХВЕ». Еще один человек, который удивил меня, это пастор Артур Симонян, человек, которого я уважаю глубоко. Буквально сегодня мне прислали, по-моему, сегодня или вчера он сделал запись «Мысли вслух свои». И он начал говорить о людях, которые постоянно утверждают «Мы вне политики». Он записал небольшое, по-моему, 5-6-минутное обращение, видео, потрясающее по своей глубине, по значению, где он также призывает не спорить, чего и мы желаем на нашем канале. Мы за любые комментарии. Мы за любые точки зрения. Вы видите, что на нашем канале очень часто я приглашаю людей с разными точками зрения. Даем трибуну, даем высказаться, поговорить, объясниться. Но и в наших комментариях мы также просим всех, кто комментирует, не сильно разбегаться по полярностям, осуждать друг друга. Попытайтесь размышлять. Все, что мы делаем на канале, это попытка заставить вас размышлять. И она не проходит даром. Видите, долгое время я уже говорил о том, что об этих лживых утверждениях, которые некоторые из неопределенных структур развивают. И говорят, мы вне политики, не в политики, по уши погрязнув в этой политике, и в государственной, еще в какой-то. В общем, сегодня для многих братьев начинает доходить, что церковь не может быть вне политики. В политике это был сам термин, разработанный еще в Древней Греции, который говорил о полисах, то есть о городе, об управлении городом. Поэтому, когда мы говорим о церковной политике, мы говорим о управлении церковью. Это первоначальное значение этого слова. Знаете, так многие слова и многое в жизни уже изменилось, берут наши христианские термины, меняют их, и уже к нам они приходят в каком-то таком виде обидном. Пастор Артур очень хорошо сказал, следующий его пост, который, наверное, уже многие ожидают, я тоже немножко порассуждаю, поговорю, он скажет о тех, кто просто молится, видит, что происходит. И просто мы молимся, мы не влезаем, мы ничего не говорим, хотя у некоторых так не должно быть. Есть главы какие-то, главы церквей, главы ассоциаций, главы религиозных движений, от которых все сегодня ждут четкой, ясной и понятной позиции по вопросам, которые сегодня лежат на поверхности. А на кого еще тогда смотреть? Верующим людям, простым верующим людям, как не на своих лидеров. А может быть, уже пришло время взросления, чтобы мы сами начинали рассуждать над Писанием, чтобы мы сами смотрели и думали и видели, чему учит нас Слово Божие. Спрятать голову в песок и сказать, это не вижу, это не вижу, это не вижу. Быть подобным страусам, голова в песке, как мы уже говорили с вами, и все части тела наружу. Кстати, дорогие мои, хочу поанонсировать, брат у нас один из моей церкви, и я имею честь служить пастором, он работает на страусиной ферме. Представляете, страусы как-то уже привыкли жить в средней части нашей полосы, нашей России. И как-то несколько месяцев назад он принес в церковь, подарил мне два струсиных яйца, говорит, очень большая и вкусная яичница. А скорлупу можно сделать, там оставить что-то из нее сделать, но замечательно было, спасибо большое. Этот брат с замечательным, таким романтическим именем Ромео, я поеду к нему, уже договорился, сниму репортаж о страусах, о жизни страусов. Вот страусов, которые, ну, наверное, вы понимаете мой намек, которые вне политики, вне того, вне сего. Это страусы, которые прикрываются, не суди, не говори, молчи, закрой глаза, этого нет, того нет. Но сколько раз, не говори халва-халва, во рту слаще не будет. Поэтому посмотрите сегодня видео обращение пастора Артура, оно замечательно, я комментировать его не буду, вот где он рассуждает на эту тему и тоже призывает быть нормальными, спокойными, рассуждать, рассуждать. Это главное, для чего мы создавали наш канал. Для того, чтобы мы научились мыслить, размышлять и рассуждать. Не слепо верить, не слепо доверять чему-то или кому-то, но сами. Чтобы мы научились развивать свое критическое мышление. Это то, на чем был основан протестантизм. Я часто говорю в церкви, говорю со своими друзьями, легко верить, сложно сомневаться. Благослови всех нас, Господь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, епископ Альберт Раткин. И, пожалуйста, раскидайте это видео по своим соцсетям. Храни вас Бог. Субтитры сделал DimaTorzok